Ребята, всем привет! Сегодня в рамках очередного видеообзора по работе с компанией Resonance Capital я буду рассматривать вопрос верификации вашего имени и вашего адреса и вашего e-mail адреса в компании Resonance Capital. Для чего нужна верификация? Вот этот вопрос я даже не хочу, не имею, не вижу смысла сейчас обсуждать, потому что в каждой компании более-менее крупной, да, есть такой элемент, как верификация вашей личности. Для чего это делается, я не знаю, даже не хочу задаваться этим вопросом. Мы просто по факту принимаем, что здесь есть такая данная опция, да, и я вам продемонстрирую сейчас, как она проходится в течение двух, максимум трех минут. Ну, кто как с компьютером общается, на ты или на вы. Давайте посмотрим. Ну, для того, чтобы начать верификацию, мы, конечно, заходим в наш back office в компании Resonance Capital, после чего переходим в раздел «Мой профиль» и видим наш профиль, но он нам сейчас не нужен. Мы к нему чуть позже вернемся. Мы кликаем вот на эту кнопку, которая называется «Верификация профиля». И сейчас нам предстоит с вами пройти трехшаговую верификацию вашего back office, вашего аккаунта или вашей личности, скажем так. Первый шаг – верификация email. Это самый простой шаг, и для этого всего лишь нужно нажать на кнопку, зелененькую кнопку «Верифицировать email». Я сейчас это сделал. Получил инструкцию о том, что инструкция по верификации была отправлена на ваш email. Я сейчас захожу в свой почтовый ящик, вижу новое пришедшее письмо от компании с темой «Верификация email». Открываю его, и компания просит меня, чтобы подтвердить email-адрес, нажать вот на эту ссылочку для активации и подтверждения данного email-адреса. Я сейчас это с вами вместе сделаю. Прогружается индикатор, открывается back office уже в другой вкладке, и мы видим, что верификация email теперь уже в статусе «Верифицирован». Вот вы видите, да, зелененькая табличка. И открылся второй шаг для верификации – это верификация имени и фамилии. Вот здесь очень важно. Вам всего лишь навсего нужно нажать вот на этот квадратик с человечком и с экраном iMac, после чего выбрать уже заранее отсканированную копию или сфотографированный файл вашего паспорта, лицевую сторону, где будет ваша фотография и ваше имя и фамилия. Вот я сейчас для примера просто загружу свой адрес, квитанцию по плате коммунальных услуг. Мне этот аккаунт тестовый, в котором я снимаю для вас эту видеоинструкцию, он мне не нужен в принципе. Поэтому я просто загружаю сюда любой тестовый файл, в данном случае адрес. После того, как файл загружен, мы нажимаем на зелененькую кнопочку «Верифицировать имя и фамилию». Файл загрузился. Мы видим, что статус верификации имени и фамилии в ожидании. И для нас открылся третий шаг – это верификация адреса. Статус, как мы видим, еще не верифицирован. Для того, чтобы верифицировать адрес, мы спускаемся вниз страницы. Вот на этот квадратик с картинкой ксерокса кликаем мышкой. Опять же, выбираем на своем компьютере заранее отсканированный или отфотографированный файл с вашей пропиской. Это может быть страница в вашем паспорте. Либо это может быть какой-нибудь файл об оплате коммунальных услуг, либо об открытии банковского счета. Я, например, загружу сейчас фотографию квитанции об оплате коммунальных услуг. Есть, нашел. Самое интересное, что многие спрашивают, а какого срока давности должен быть файл с квитанцией об оплате коммунальных услуг? Вот в некоторых компаниях, как говорят многие люди, файл должен быть не старше трех месяцев. В некоторых – не старше одного месяца. Ребята, здесь без разницы. Просто покажите, что вы, вот ваше имя и фамилия и ваш адрес будут находиться на одном файле. Будет это квитанция об оплате коммунальных услуг или ваша страница с пропиской в паспорте – неважно. Срок давности данного файла не имеет никакого значения. Компания к этому вообще никак не придирается. Я, в принципе, не понимаю, зачем другие компании или проекты к этому имеют какие-то претензии. После того, как мы загрузили файл, нажимаем на кнопочку «Верифицировать адрес», загружается и отправляется наш документ. И таким образом у нас уже имя, фамилия и адрес находятся в стадии ожидания верификации. Компания проверяет по моей практике верификацию в течение одного, максимум двух дней. Поэтому следите за данными статусами. Как только они обновятся, у вас напротив верификации имени и фамилии и верификации адреса будет такой же статус, зелененький. Верифицирован, как и напротив теперь, e-mail адреса. Что я еще хочу в этом видеообзоре вам рассказать? Например, как заполнить профиль. Это очень важно, потому что в работе с аккаунтом вы должны быть подкованы на все 100%. Вот, к примеру, многие проходят регистрацию на английском языке и потом недоумевают, почему компания, которая русифицировалась и заявила об этом в новостях, шлет им письма и смски на английском языке. Да потому что, друзья, если вы прошли регистрацию на английском языке, то компания вас распознает и она будет вам следующее уведомление слать исключительно на английском языке. Чтобы выключить этот момент и сделать все уведомления на русском, мы просто вот, смотрите, вот эти галочки, да. Хочу получать письма от компании на ру языке и хочу получать смс от компании на ру языке. Мы именно в них ставим галочки, вот в эти моменты, да, не в «хочу получать на английском языке», а именно чтобы галочки стояли на пункте «хочу получать письма от компании» или «хочу получать смс от компании на русском языке». После чего мы спускаемся вниз формы с профилем и нажимаем на зеленую кнопку «сохранить изменения». Изменения успешно сохранены. Теперь вводим остальные данные в нашем профиле. Например, начнем с даты рождения, кликаем вот на «год» и сразу же выбираем вот этими стрелочками влево-вправо «ваш год рождения». 1986, месяц у меня июль и число 19. Так, свою дату рождения я выбрал. Теперь номер паспорта. Вводим любые абсолютно цифры для того, чтобы просто вам показать, как это все делается. Самое главное это сделать без пробелов. По-моему, пробелы здесь не допускаются. Давайте, да, пробелы не допускаются. Если у вас там в паспорте написан номер паспорта с пробелами, делайте здесь без пробелов. Тогда все будет хорошо. Страна Россия. Далее нам нужно выбрать город. Кликаем в это поле. И начинаем набирать латинскими буквами название нашего города. Я живу в городе Красноярске. Я набираю Красноярск. Красноярск. Вот он у меня выдался. Именно город Красноярск. Никакие там 26 или какие-нибудь еще приставки не должны фигурировать. Вот если у вас в паспорте написано, что вы проживаете в городе Красноярске, вот в данном поле город, чтобы верификация прошла очень быстро, должно быть написано именно Красноярск, как в паспорте. Почтовый адрес. Набираем почтовый адрес. Здесь допустимы и точки, и запятые, и даже пробелы, поэтому можем как в паспорте написать. Набрал свой адрес. Ну и знаете, вот такие поля, как Skype, Facebook, Instagram, соцсети, ВКонтакте, это по вашему желанию. Можете заполнить, а можете нет. После того, как мы все данные ввели в каждое из полей данной формы, мы нажимаем на зелененькую кнопку «Сохранить изменения». Профиль сохраняется. Также мы можем, смотрите, внизу под таблицей редактирования профиля есть таблица для того, чтобы сменить пароль. Вот, к примеру, пароль, который приходит при регистрации от компании, он же многим неудобен. Ну согласитесь, вот вам удобно каждый раз залазить в телефон и узнавать вот эти самые четыре цифры, которые вам пришли при регистрации. Конечно же нет. Поэтому что мы делаем? Мы идем в наш почтовый ящик, копируем тот пароль или там заходим в телефон, куда вам пришел пин-код при регистрации. Мы вводим, вот в поле «Текущий пароль» вводим данный пароль четырехзначный, в поле «Новый пароль» вы вводите ваш собственный пароль, который у вас вот здесь вот уже есть в голове. Вы его легко запоминаете и вводите практически во все, ну скажем так, при создании аккаунтов в любых проектах или даже в почтовом сервисе или в какой-нибудь социальной сети. Для меня очень простой пароль, я вам конечно сейчас не скажу какой-то, потому что вы не видите, что я набираю. Он для меня очень простой, для вас очень сложный. Если пароли совпадают, новый пароль нужно ввести два раза. Сначала во второе поле и затем в третье поле. Если пароли совпадают, форма подчеркивается зеленой окантовкой и теперь можно нажать на кнопочку «Изменить пароль» и «Сохранить изменение пароля». Теперь в ваш бэк-офис вы будете заходить с помощью вашего только что обновленного пароля. Вот такие вот несложные манипуляции научат вас правильно работать с бэк-офисом компании и состоять в отличных дружественных отношениях с компанией и даже получить на ваш почтовый адрес посылку от компании с документами и сувенирной продукцией. Я желаю всего вам самого хорошего. Работайте с компанией «Резонанс Кэпитал», с бэк-офисом этой компании правильно и обучайте ваших людей работать точно так же, как показал вам сейчас я. Всего вам хорошего, отличного настроения и до встречи в следующем видеообзоре. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok